АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чёрная ленточка – это знак скорби, протеста, возмущения, ярости нашего гнева народного против того, что творит сегодня власть с русским народом и другими коренными народами России. Чёрная ленточка – это знак, который мы предлагаем, мы призываем вывешивать на столбах, на деревьях, на ручках зданий общественных учреждений, вывешивать как полотнища из окон, носить чёрные повязки, привязывать их к сумкам, везде, где только можно, обвивать столбы. Что это за знак? Что это такое? Власть празднует торжественно 20-летие своего присутствия в России. На самом деле это торжество очень циничное, это торжество над русским народом, над которым творят геноциды. Статья о геноциде существует у нас в Уголовном кодексе, номер 358. Загляните в неё. Экоцид и геноцид, да, 357. Загляните в неё. Все эти формулировки сегодня в нашем государстве присутствуют. Да, многим сегодня кажется, что наступило время решительных действий. В Москве, по данным Института социологии Российской Академии Наук, и эта пресс-конференция была весной по этому соцопросу, 60% населения готовы перестрелять всех, кто виноват в нашей сегодняшней жизни. 60% населения. Два года назад было таких всего 20. Но это только на словах вот эти решительные. Большинство людей предпочитают просиживать у телевизора и бессильно злиться и ненавидеть, и ничего не делать. Решительные действия, кто на них пойдёт, мы должны проверить, а вот сможет ли народ подняться на такое действие. Но действие, а не просиживание у телевизора и не ленивая критика на кухнях. Да, эта акция способна поднять всем разом. Всех. Тем более, что она растянута по времени. И по примеру, одних будут подниматься другие. Ленивым, трусливым, боязливым, бедным трудно остаться в стороне. Потому что, во-первых, она ничего не стоит. Чёрную ленточку вы найдёте везде, среди своих домашних вещей. Во-вторых, она не затрачивает никаких усилий. И в-третьих, она не страшная. За что брать-то нас? За что? Хотя проведённая 19 августа проба в городе... Подскажите мне. Ноябрьский показала, что вся власть местная поднялась на уши, чтобы понять, что происходит в городе. Да, прохожие будут сначала удивляться и тревожно спрашивают. А что случилось? Кто-то умер? Так отвечайте. Объясняйте. Да, умер. 34 миллиона. Как запланировал Чубаев в своих знаменитых словах. Ну, выбрят 30 миллионов, народятся новые. Они не вписались в рынок. Вот они, 34 миллиона, по подсчётам демограф-академика Бундара. Умерли, и по ним наша скорбь. И это надо объяснять. Потому что не все, конечно, в России, далеко не все понимают, что это геноцид. Мы можем считать акцию мрачной. Да, дескать, нас не поймут и не захотят понять. Конечно, не захотят. Не захотят те 10%, которые сегодня что-то ухватили. Но разве о них речь? И всякий раз думайте, задавайте вопросы, когда вам не хочется выходить на улицу и делать это. Что? Разве вам всё равно, что за 10 лет с лица русской земли стерты 23 тысячи городов, деревень и посёлков? Что? Разве нам всё равно, что средняя продолжительность жизни русского мужчины 59 лет? И разве всё равно, что каждый год в стране исчезает область, подобная Псковской, или республика, подобная Карелии? Это происходит постоянно. Что? Нам всё равно, что у нас рождается, это официальная статистика, 1 миллион 600 тысяч, а умирает 2 миллиона 100 тысяч. Но эта статистика искажённая. Только в 2007 году проскочила информация, и тут же была засекречена, о том, что в первом квартале 2007 года в России умерло 500 тысяч 60, 561 тысячи человек. Умножаем на 4 и получаем 2 миллиона реальных жертв. Да, эта статистика засекречена. Более того, последняя перепись населения, как она проводилась, каждый видел на себе, на своей семье. Но я расскажу то, что сказала мне руководитель переписи района Арбат. В районе проживало 16 тысяч на тот момент, а спустили разнарядку переписать 28 тысяч. И знаете, переписали, вот наша реальная статистика, сокрытые среды геноцида. Мы можем о них догадываться, мы можем их обнажать и разоблачать по фрагментам, но все преступления будут известны только потом, когда будут проведены мощные народные трибуналы. Да, допустим, что это все мертвые цифры. И кому они нужны, и кого они впечатляют? Ведь лично каждого это не касается. Но ведь касается лично каждого то, что в России 4,5 миллиона беспризорных. 4,5 миллиона беспризорных ребятишек бродят по улицам, не охваченные никакими системами образования, с ними делают, что хотят. А в Москве, в Москве на профилактику беспризорности выделяют аж 60 миллионов рублей. А на стерилизацию бездомных собак в той же, в той же Москве, в этом же году 87 миллионов рублей. Собаки дороже. Дороже находятся власти собаки. Ежегодно в России 100 тысяч людей, и это в основном молодые люди, умирают от передозировки наркотиков. Это же касается тоже всякого. Ведь завтра это может случиться в нашей семье. В нашей семье, потому что с 97-го года количество потребляющих наркотиков среди детей увеличилось в 42 раза. В 42 раза, вот был один ребенок наркомана, стало 42. Да, нас может не касаться глобальные цифры, статистики, все эти 23 тысячи деревень, но в России миллион заключенных. И перебери каждого из вас, и окажется, что у вас есть такие друзья и знакомые. Что в России обязательно кто-то среди нас сидел, или сидит, или будет сидеть. А этот миллион, это гораздо больше, чем при сталинских репрессиях. А также в России 4 миллиона бомжей, 3 миллиона нищих бродяг и 3 миллиона уличных проституток. В любой момент, при нашем бездействии, при нашем несопротивлении, на этом месте может оказаться каждый. Так кто попустил этот разгул смертей, этот разгул пророков в социальных? Те, кто празднует сегодня 20-летие в новой России. Те, кто сегодня ухватил над нами власть. Так убеждайте, объясняйте, развешивая черные ленточки. А как еще? Прекрасный повод говорить о том, что это никакая не власть, и никак она нами не управляет. Потому что управление, это когда ведут к добру, а не к ожогу. Ну а самых равнодушных, самых безмозглых и бесчувственных нужно поднимать тем, что убийства в России в 3 раза больше, чем в США, в 3 раза больше. И каждый может случайно оказаться в числе этой мертвой статистики, что у нас 900 тысяч суберкулезников и полтора миллиона ВИЧ-инфицированных. И каждый может заразиться, а лечить никто не будет. И что 4 миллиона сердечников, а с нового года квоты, то есть денежные компенсации за операции на сердце, отменяются совсем. А еще 70 миллионов беременностей заканчиваются в России абортами. И в то же время расходы на образование и здравоохранение в 3 раза меньше, чем расходы на содержание российских спецслужб. Вот это все для чего мы говорили, чтобы объяснять народу, чтобы поднялись миллионы, чтобы искра солидарности в этом мертвом сегодня, трусливом, бездейственном, ленивом поле зародилась, потому что завтра на этом месте может быть каждый из нас. Да, кто-то считает эту акцию беззубой. Ну что ж, готовьте, вы, выживайте орудие полетряда по вашему усмотрению. Но для большинства это акция действия, и на нее тоже надо решиться, потому что это акция протеста. Я почему призываю еще вас к ней? Потому что и у нас с вами, у нас всех здесь, ходящих на свободе, дышащих вольным ветром, глядящих на это солнце, есть долг. Есть долг перед нашими детьми, которые поднялись на свою борьбу раньше нас, которые осознали это душой, а не умом, а страха у них никакого нет. Я переписываюсь с Женей Хасис, девочкой, которая получила 18 лет за терроризм. И вот что она пишет мне в последнем письме. Вы вслушайтесь. Это письмо адресовано не ко мне, а ко всем нам. Вы призываете меня держаться, а я вас очень прошу. Держитесь. Они могут запрещать книги, но они не лишат нас слова. Они могут запирать нас в тюрьмы, но им не запереть нашей верой воли, волей русского народа. Когда мы в последний раз виделись с ребятами из НСО, это те ребята, которые получили тоже пожизненные сроки, уже знали свой приговор мы тогда, и что запросили им, мы кричали друг к другу. Через стены, находясь в разных конвойных отделениях, кричали слова поддержки, чтобы дать понять друг другу, что мы не сломлены, а по-прежнему крепка наша вера в победу. Они кричали, держитесь, родные, мы победили. А я отвечала им, конечно, победили. Нам не оставили выбора. И кажется, вы слышали, и мы тогда, кажется, слышали, бежит Женя, доносящиеся из тьмы времен, при Амурское за веру царя и Отечества. И каждый из нас понимал, и каждый из нас понимал, что мы и правда на войне, и отступать нам некуда, да и нельзя. Я буду молиться за вас. Как умею. Храни вас Бог. Это письмо из застенков. И оно адресовано не мне, вернее, не только мне. И я прочитала его вам, чтобы здесь все поняли, что у нас перед нашими отважными жертвенными детьми есть долг, есть обязательства. Мы обязаны здесь держаться. Ведь что такое в русске держаться? Это значит дойти в какой-то момент до последней черты, до границы, от которой нельзя отступать. И здесь зубами вцепиться в землю, в этот кулачок, в последний плацдарм, и стоять. Потому что отступать нельзя. Наша акция «Черная ленточка» это наша борьба и наш долг перед нашими детьми. Мы должны держаться, чтобы вселить в них веру в нашу победу и положить начало нашей национальной солидарности. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ